Добрый день дорогие друзья, приветствую вас в экономике здравого смысла, с вами Руслан Томачук. Тема сегодня налоговая реформа и малый бизнес как сердце экономики. Президент Зеленский 14 марта заявил, необходимо налоговая реформа нового времени, необходимо повернуться лицом и сделать малый бизнес центром, сердцем экономики. Правильно сказал. Дело в том, что общество стало в сердце системы обороны и защиты Украины от врага. Именно малый бизнес должен стать тем мотором, который спасет экономику Украины во время войны и станет центром послевоенного развития. Наконец-то пришло осознание. Можно больше позже, чем никогда. Для того, чтобы малый бизнес стал этим мотором, нужно осознать, что малый бизнес, предприниматели, ФОПы, ИП, это не только и не столько плательщики налогов, которым нужно кошмарить документами, регуляторами, транзакционными издержками. Это рабочие места, это креатив, это те люди, которые производят товары и услуги. И в военное время, когда столько всего неизвестного, когда разрушение, когда совершенно другие риски, кошмарить их налогами, проверками, сложная система учета бессмысленна. Поэтому необходимо сделать во время войны и на военное восстановление простые, как грабли, налоги. Я предлагаю два налога. Первый налог, налог с розничного товарооборота 15% и все. И второй налог, это акцизы, которые должны быть на алкоголе, табачные изделия и также топливные и энергетические товары. И больше ничего. Причем ставки налогов необходимо снизить, чтобы они были сближены с тем уровнем, который платят контрабандисты и на сером рынке. Даже на этом этапе делать налог на прибыль нет необходимости, потому что какая здесь прибыль сейчас? Какой будут физических лиц, юридических лиц? Люди помогают друг другу, люди оказывают друг другу поддержку, инвестируют деньги в то, что необходимо для победы над врагом. Какие сейчас могут быть налоги на прибыль? Какой доход? Друзья, это совершенно не к месту. То же самое касается налога на недвижимость, то же самое касается налога на землю. Не может быть такого. Великолепный принцип, озвучил президент Зеленский, говоря о том, что маленькие микропредприятия, ФОПы, то есть те люди, которые на свой страх и риск делают сегодня что-то, они должны платить налоги добровольно. Хочешь, платишь. Он и так добровольно помогает армии, помогает бинтами, помогает техниками. Чем может помогать? Сегодня идет народная отечественная война, поэтому в этой ситуации и правительство должно адекватно настроить налоговую регуляторную систему. Можно делать, каждый должен делать все, что может, на что-нибудь делать ресурсы, финансы, возможности, никаких разрешений, никаких рецензий, никаких контрольных проверок, ничего. Это и есть режим наибольшего благоприятствования развитию малого бизнеса. Именно таким он должен быть для того, чтобы, во-первых, обеспечить прочный тыл для украинской экономики, а во-вторых, создать вот эту вот, сохранить те места, откуда будет потом вырастать, произрастать новые вырастки экономики Украины, как экономики нового Запада. И это есть заказ. Самое главное сейчас этот заказ оформить, сделать конкретное предложение и не подманывать, не обманывать людей некими НДСами с облегченными режимами пересечения границы, регуляторкой и так далее, и так далее. Еще один источник поступления в бюджет это плоская таможенная пошлина. Сегодня на границе творится черт знает что, потому что действует старое правило. Мы предлагаем совершенно простые решения. Вот есть продовольствие, есть гуманитарка, ноль, никаких пошлин, ничего не надо, никаких сертификатов, никаких там ничего, никаких бумажек. Просто если гуманитарка, заявляешь, поехал и разгружайся. Что касается других товаров, то для того, чтобы эти деньги шли на обеспечение жизнедеятельности государства, 5%. 5% не декларации, ничего. Пришел, инвойс показал, 5% заплатил и все. Вот такая простая система, которая и раскрепостит эту систему, уберет бюрократию. Сегодня бюрократия убивает не меньше, как это было и в мирное время, чем враг. Поэтому бюрократия враг, регулирование враг, а номенклатурно-силовые проверки, это тоже те факторы, которые мешают победить в войне. Вот такой должна быть экономика военного времени. Великолепно, что президент Зеленский повернулся и сделал заказ. Я думаю, что в ближайшие дни этот заказ будет оформлен в виде предложения по реформированию экономики военного времени. Регуляторка, налоги, таможня, социалка и система распределения. Вот что нужно. И тогда, безусловно, победа будет за нами. Живе Беларусь! Слава Украине! Слава Украине!